Ощи всех насяг Господи уповаю, передаешь им пищу во благовремени и отверждаешь, и ты щедро руку Твоя исполняешь всякое животное благоволение. Слава Свою Сыну и Статому Духу, и ныне пристань, молитвы по Вами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы при чистой Ти матери всех святых Твоей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Боже, милостью бы не грешил. Создава мне, Господи, помилуй меня, бесчиславие согрешил, Господи, прости меня, грешил, и помилуй. Мне говорят, Никита-то нету, сбежал, теперь взял сущий хвостик, этого-то рассмотрит на него, Виталий. Я тебя спрошу, кого ты из шахматистов знаешь? Гаррика. Гаррика Каспарова. Гаррика Каспарова. Хороший Каспаров, да? Ну, да. Дальше. Карпов. А Карпов, в общем, хороший. Ну, тоже, короче. Они соревновались, что у нас реже соперник. Это фиксия, фальш. Больше никого не знаешь. А самый знаменитый из всей истории здесь шахматов? Я не знаю. А Роберт и Фишера слышал? Нет. Ну, Роберт и Фишера не слышал? Нет. А понимаешь, когда готовились к соревнованиям, ну, у них тоже за мировое первенство, и вот высылают там Геллер, это один из самых таких стильных, маститых-то. Он его высаживает 6-0. Такого не бывает. То есть ни одной нету. Тогда уже уходит финал. Ты знаешь, что в четверть финала, в полуфинал. И Василий Смыслов. 6-0. Он, когда приехал сюда, видимо, коммунист, ему такой разбор устроили. Он руками развел. Тут эта машина какая-то. Так нельзя играть, как играет этот Игоревич Каспаров. Посмотри маленько, где он после этого участвует. Человек не может быть только в одном месте такой, а в другом быть честным. Кто его научил Роберта Фишера играть? Родная сестра. Проходит какое-то время, он начал там обыгрывать других. Есть такая книга, я играл с мастерами. Знаю, что такое. Шахматом специально занимался. Один сидел в тюрьме, и была такая книга, называется «300 изборных партий Алёхина». Алёхин играл как? Одновременно не глядя в другой комнате. Ему говорят, вот столько-то выстроились. И фильм такой есть про Алёхина. Там немецкий какой-то полковник сидит. И он сидит, там курит в сторону, смотрит, а за ним глядят, подглядывает или нет. А люди сидят тут, и ни один, ни два, тридцать человек, допустим. И говорят, номер доски такой-то передвинул туда-то. Скажите, А6. А6 сделайте слоном. Дальше следующий этап. И он всех, которые есть, выиграл, что, кажется, один у него был. У других был. Он всё выиграл. Это в памяти. Он держит все ходы, потому что это постоянно. Это нельзя долго запоминать или как-то. Это мгновенно. Там перевернули пешку, у него мгновенно смонтировалось. И перед глазами стоит это. Так это не один, не два. Я тебе говорю, десятки. Алёхин. Как он умер за шахматной доской. Я не за это. Меня они не нужны. Я просто знаю. А такого, как Ботвинник. Не знаю, что чемпион мира. Я тебя называю чемпионом мира. Чемпиона. А там где-то, в которой Касабланко окажется. Сейчас я могу ошибиться. Капабланко или он с ним играл, когда Алёхин там. То есть не знаешь. А понимаешь, как вот? А вот один выиграет, а другой не выиграет. Почему? Как ты думаешь? Тот готов и тренировался. Да и все тренируются. Не тренируются, таких нету. Нету. Дело в том, что он, Фишер, помнил одновременно, допустим, полторы тысячи партий, которые сыграли люди. И он говорит, на доске вот это вот. Следующий ход вот такой ты выигрыш, а вот тот ход проигрывает. Ему не надо делать. Он и заранит всю партию. Если тот сделал один хоть шаг, он сразу через три хода уже будет стоять. Он и держит в голове. Мне не надо это играть. И вот однажды против него, кажется, сидел один там. А у них определенное время. Он может думать час. А в общей совокупности не более чем три с половиной часа. Он гуляет, ходит по сцене-то. И тот думал, 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 думал. И наконец сделал ход. А Роберт подошел в другое место. Он говорит, а почему вы так сделали, когда потом уже проиграл ту партию? Я знаю, что раз только вы думали, вы самый лучший ход избрали. Поэтому я сделал такое, пустяшно, чтобы отвлечь внимание. Все. Там обдумано. Вот это означает, существует такая-то грань, за которую нельзя заходить. Это определенное. Вот в этом моменте рокировку делать нельзя. Рокировку. Нельзя делать. А что сделать? Ну, там, королевы. Последняя башня там называют. Вот с ней. Вот так я сидел, когда это было в 1980-ом, кажется. В 1986-ом году. Второй раз меня арестовали. И в камере сидел Сивер, главный рыбак Алтайского края. У него все тут и дермат-ютов, и кто только не приезжал. И все они тут у него охотятся, а рыбачи там острова есть. И свои дела тут они делали. Надо кого-то посадить, кого-то не надо. И про меня говорит. А я вас не знал. Но разговор зашел. Зашел и говорит, у вас в Мамонтовском районе вот такой-то живет. И начинает говорить. Нету правильного слова нет. Ни одного нету. Я уже очень хорошо слышал, что вы враг советской власти. Враг. А он коммунист. А здесь сидим в одной камере. И с нами сидит преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. Одно время он был начальником высшего авиационного училища. Даже в Барнауглии. Не, я кандидат на ух. Вот я хочу сказать, как можно развить память. Память развить... Есть такой укрепленный рассказ Анатолий Максимович. Он запоминал о капусте разноручился в семинаре. Игорь чудовищно развил память. Но память все знал. А когда пел, говорит, по никодилу звенели. То есть по брикушке, которым сотрясал воздух. Так вот это между делом сказать. Я говорю о грани. Есть грань, за которую человек не должен заходить. Эту грань надо определить. Я говорю о одной цели. Потому что ты сейчас стоял там, рыбу чистили. И ногой ведра опрокинул. И пошел. И дальше никаких. Просто вылили, воду не было. Я каждый день трясусь. Пол-то сгнил. Даже ты никаких. Вот ты смотри, шарта вот эта на полу, которая доски отделяет доску. Ты видела, на этой доске ничего нет. А на той уже есть. За эту доску одну отступи. Контрольную. За эту не заходи. Там ведро. За эту доску не заходи. У нас в лагере, в детском православном лагере стали. Дети знали. На кухню заглядывать может. Позвать кого-то может. Но не имеет права на порог отступать или переступать. Грань. Я люблю давать человеку свободу в рамках закона. Дети. Не то, что я захватил, там, душил. Люди, которые говорят, они ничего не понимают. Это отверг из земли. Люди без имени. Ники, аватары. А то с ними разговаривать нельзя. Это Бесовский Аллахмати. Ребенок знает. Здесь может играть. Он прыгать, кувыркать. Играет все. Вот это лаграда. За него заходить нельзя. Я купил два велосипеда. Привез. И дал детям кататься. Сказал, вот. Один на вышке стоит и наблюдает. Вот оттуда можно, там, где на костер идет. До спуска вниз. И сразу направо. Дальше никуда не отворачивает. В эту сторону. Вот сюда, может, в сторону деревни. А дальше уже... Деревни-то не было в это время. Дальше его не видно, чтобы ребенок был все время на виду. Мы не раз встречали людей, которые здесь стояли за деревьями или где. Высматривали, как идут дети. Свиньи пришли. У меня ни одного ребенка не потеряно, не побеждено, не изнасиловано, не обкормленного, не утонувшего, не сгорелшего, не отравленного. Понял, нет? Это не день, не два я на диме трясся. Это понимали люди, которые были как профессора психологии. Это какие нервы надо иметь, чтобы все это выдержать. Я к тому говорю, что Бог. Это не мое. И поэтому у меня везде есть определенная рамка ограничения. Я к тебе подкатываю сейчас. Ты знал, там нельзя. Ты не мог не знать. А этот не знал, лозен сидел. И однажды, разговаривая с ним, я сказал, что будет антихрист. Его в имени как бы зашифровано 666. Мои имя бывают из двух. Иуда, Бур, Иуда, Бен, Бур. Цифра имеет значение. Вот Б, то есть это два, и это десять, Б десять, Л тридцать, и вот это восемь. То есть я знаю это. То есть у каждой буквы свое значение. И в старинной книге там цифры не стоят, а стоят именно буквы. Буквы на одним клюка, такая вот так вот. Раз, так и кверху. То есть палочка вверх, косую вниз и опять кверху. Это означает цифры, титула или сокращенное что-то. Он лег на спину, взял, выписал у меня все имена родословные Христа по Луку, как Лука перечисляет многое, и Матвей. Все имена, которые он знал в жизни своей, выписал и стал слагать. Он в течение, кажется, недели нашел три момента, когда имя какое-то скотина 666. На нижней шконке лежит, а на этой приклеил, и только глазами будет. У него внутри там кибернетика. Это один человек, а когда все сделал, никуда на пол и бросил бумажку, а другой шел наступил, отпечаток. А я увидел, подобрал и у себя вшил там, где у меня письма. С каким человеком знатым я был. Две книги в день просчитывал, а там из библиотеки разносят книги, дают считать. По заказу, бывает даже. Ну, книги-то такие. Ну, я там как раз, какого-то там был, сейчас я даже не назову, грузинский писатель. Гигишидзе, кажется. Хорошие рассказы. Хорошие о смерти, о вечности, о том, как измена бывает и какое наказание за это. Вот. А этот сидел здесь. И когда его завели в камеру, Лозина такая, космонавтом ее звали-то. А Север Масава, о! Анатолий Максимович к нам пожаловал. Это в разных областях. Тот там, а этот здесь. Ну, и как там твоя жена Анастасия-то поживает? Тот совсем поплыл. Откуда вы меня знаете? Да кто ж тебя не знает? Твоя жена, она путалась с майором милицией. Называет его. А ты пришел его и поколотил. Так было? Ну, да. Да чего ж ты не рассчитал? У него же статьи все. Ему три года наметили. Помил милиционера. Ну, не говори, что это прелюбодейка, даже по мирским меркам-то. А мусульман ему бы обоих залезал, завалил и все. Обоих. Я с такими беседовал там. Я опять же возвращаюсь. И вот он считает книги по диагонали. Я стал его проверять почти дословно. Память как развил. Я говорю, а как? А я конспектирую. Считаю и сразу кратко беру и конспектирую. Почти скажу страницы. Я ему подал. У меня новый завес в Псалтирию был. 90-й Псалом. Я говорю, живущий под кором Всевышнего. Можете законспектировать как-то, чтобы он прочитал один раз. Так, дайте-ка еще назад. Опять у меня взял. Почитал. Опустил голову. Как сейчас вот вижу, губами пошевелил. А знаете, оно не конспектируется. Я говорю, а почему? Так составлены предложения. У него ни одно предложение нельзя выкинуть. И само предложение не может потерять ни одного слова. Сразу теряется глобальный смысл, заложенный здесь. Он не верующий. Коммунист. Бывший. Теперь коммуниста понесу. Да сначала из партии исключаю. Это я тебе говорю. Грань. Грань. А где здесь какая грань? Ну, грань. Руки не распускай. Он перешагнул. Перешагнул и получил срок. Здесь в рассуждениях дальше не иди. Ты можешь шифровать такие угодные имена, но никогда не трогай имени нашего Бога и Его. Не знаю. Я вам эта игра не стал рассказывать. Вот я с тобой когда беседую и здесь говорю. Я хочу научить тебя сам построить в себе порог, через который перешагивать нельзя. Никогда. Я тебе, допустим, расскажу один случай. У нас была Плеханова Татьяна. Толстая такая женщина. И она как-то приехала с сыном Данилом. А он не послушный такой. Я тоже его захватил при ней. Обычно я не делаю. Редко-редко. Когда мать, ты против, не против? Я не знаю, что с ним делать. Одна. Как он у нее даже это... А выше там, кажется, еще два. У нее были сына. Видимо от разных мужей. Витя тут за изнасилования вселел. Хотел потерять, поселять. Но она говорила, что хотел убить меня. Он говорит, что я ее убить не хотел. А там простой, простой такой. Здоровый. Дубина такой. Все. А вот сейчас закончу. Расскажу. И она была член нашей общины. Крещение принимала. И вышла из общины и стала меня поносить. Почему? У нее на кухне упала посуда. А это Игнатий наворожил. У меня посуда дорогая разбилась. А почему? А он напустил в небесу полная кухня. Они мне сейчас посуду бьют. Сейчас она свихнулась. Но перед этим она приехала к нам и подписала квартиру. Ну, в Алтайский же. На меня и на батюшку. Я говорю, а почему ты это сделала? Я знаю, за меня никто так больше молиться не будет. А как же? Я говорю, Витя и Данила. А у них квартиры есть, им это не надо. Так у нас квартиры есть. Ну, вы знаете, кого упустить. Это другое. И внезапно она нанимает кухню ремонтировать. И те, которые ремонтируют кухню, он ее зарубил топором. Наняла. Я никогда этого не делаю. Незнакомый звонит. Вчера не назвали целый день. Обойдемся. Открыл форточку, чтобы не воняло. Все, его поймали сразу. Вот. А теперь-то. Завещание-то на нас. И вот он приезжает. Даже двое, кажется. А он у меня в лагере был, Данила. А Виктор тут работал. И все. Рома мог делать. На жалетной дороге работал. И планировать мог повешиваться. Рома. Рома. Эти на спуски где делать. Для воды. И вот он. А как с квартирой? Я говорю, еще с квартирой не ест. Мать. Меня подписала на батюшку. Сейчас полгода проходит. Там мы ему ее продаем. И две люди не попало. Они голову опустили. Ну все. Я говорю, вопрос-то решенный. Или вы хотите опротестовать? Даже если вы меня убьете, квартира вам сегодня достанется. Она по завещанию будет на жену и так дальше. А тут искать легко вас будет. Я говорю, да вы что еще попало, говорите. То другое. Второй раз переезжают. Я их жуще. Я им опять говорю, ребята, вопрос-то решенный. Остался там маленький кусочек. Пол месяца. И через пол месяца квартира переходит в мое расстояние. Я с ней распоряжусь как надо. Батюшка отказался от твоей счастья. Все. Они у порога стоят, голову опустили. Я говорю, ну вы на серьезе это приняли? Так вы меня разве не знаете? Да мне век она не нужна. Я вас добиваю. У вас плохие отношения с матерью были? Да, плохие. Родным детям она не подписала. И теперь дайте мне слово, что вы о своей матери Татьяне нигде, никогда ни одного слова плохого не скажете. И будете молиться за покой души. Если не на детенку и квартира ушла, я вам определенно говорю. А они знают, я слова свои назад не беру. Какой разговор? О матери плохо не говорить. Я потом скажу нотариусу, который там, она говорит, да мне этой разницы никакой нет. С чего там, какие главные. И тогда они за мной приехали на машине. Я пошел, отказался. Потом они батюшку привезли, батюшка отказался. А еще они сделали, я не знаю. Вот существует грань. Я довожу до такой точки того, когда все, он уже склонился. Я тебе хочу сказать, о тебе грань. Никогда. Плохо не говоря, Анастасия. Которая гражданская или какой там была женой, ты как называешь, я не знаю, и тещу. Никогда не трогай. И священника, который в этом деле участвовал. Я тебя прошу. Это, знаешь, самая негативная твоя позиция. Не годится. Она разрушительная. Она не позволяет тебе внутри себя заглянуть. Ты виноват. Тебя никто не с тебя со штаны не снимал. Ты сам это сделал. Ты доволен был. И вот эту минуту довольства, которая у тебя была, сохранить в себе. И скажи, я грешник. Я жизнь человеку испортил. Ты так себя доведишь, чтобы у тебя слезы, говорят, как из камня выжились. А у тебя сейчас нету озлобенный взгляд на все. Там виноват. Это тут. Ее нету. Здесь с сыном не дают встречаться. Нигде, никогда. Ни одного слова. Ты мог бы это сделать? Ну, еще не так лошадь не мотай головой. Я говорю, да или нет? Да. Да. Остальное вот это мотание головой от лукавого. И ты увидишь, как у тебя все изменится с места. Я каждый раз спрашиваю, ты хочешь, чтобы я тобой занимался? Да. Да. Вчера ты взял шарика, увел купаться. Все сделал, как надо. Не отпустил. Стоишь веселый, покупался. Лежу там. Ты просто там развесил? Где? Ну, на огородчике там. Сушиться купался. Не вешал? Ну, кто-то другой. Не забудь, когда будешь уезжать. Когда? Я подчеркивал положительное. Ты уехал тогда, изгнанный отсюда. И нигде ни одного худого слова не сказал. Это позволило тебе вернуться сюда. Я занимаюсь с тобой и ночью, и днем. Ты для меня не чужой. Я отвращу на тебя драгоценное мое время. На мое время-то... Ну, что спрашивают? Сегодня один пишет. Отец умер. Помогите. С Александром звать. 65 лет. Я на 15 лет больше живу. Сталин жил в 73, а я в 79. Понятно? Да и работаю сейчас целый день с ребятами таким напрягом. Бог милует. Дает здоровье. Бог его знает. Может быть, до вечера не доживет. Ты, что я тебе говорю, запоминай. Об этом будут стоять ролики. Необходимо знать грань, за которую нельзя заходить. Ты ее перешел. Перешел и не осознал. Виновен ты. Только ты. Ты мужчина. Женщина слабая. Утлая. Дырявая посудина. Так называемая. Утлая. То есть... Ну, не стойко ее легко соблазнить и то другое. Стали говорить о хороших женах. Ну, и так. Он признан в армию. Подполковник, кажется. А там один лейтенант подошел и говорит. Еще ваша жена без вас нигде хвостом не крутит. Нет. Она у меня христианка. И никак-никак. Конечно, нет. Давай под заклад побьемся. Что, когда вернешься, она уже свое дело сделала. Так зачем биться? Я молюсь. Он маленько погодя уволился. Поехал туда, нашел, где она живет. И говорит, я вашего мужа хорошо знаю. Она его приветила. Все как надо. Ну, чисто по-женски. Она сразу его раскусила. Ты, Виталий, хвостом не крути. Она думает. Но она стала ему все показывать. А вот это у нас замок такой. А вот это вот. А там в замке только узенькие окна. И высоко-высоко. И больше еще свет падает только туда. И вот, когда говорил с ней, она тихо шагами. Вышла, дверь закрыла. В дверь никого нет. Он постучал обед. Нет. Он смотрит. Параша стоит. Ест куда. Пришло время. Ему из окошечка там опускает. Кто-то там лезет со своей стороны. Опускает еду. И что такое? Да вы меня закрыли. Так, хозяйка сказала. Вы будете здесь до приезда ее мужа. Вы заключили сделку, что соблазняете. Так было? А кто сказал? А кто сказал? Ну так или не так? Я на вас жаловаться буду. Вы посигнули на свободу. Вас прокурор засудит. А с ним разговора никакого нет. Вам скучно здесь? Спросили. Да, скучаю. Ему тогда пустили туда лен. Прялку. Чтобы он прял шерсть. Нитки-то. Показали там, минимум, руками как, что вязать надо. И он сидел там, ждал около трех лет. Когда тот вернулся. Когда тот вернулся, пошел в замок. Заоткрыл. О! А как ты оказался здесь? Как оказался? Само мнение меня подвело. Вы своей жене передали про меня? Я не писал ничего. Даже я тебя просто забыл. У нас такие тут новые компании были. Я участник. Два раза раненый был. Рассказы, ребята. А вы где тут были? А я вот сидел. Показывает. Вот она пряжа у меня. Чем занимался? Вы о своей жене еще не сказали. Какой у нее такт? Какой вы счастливец? Вот это могла быть твоя биография. Ты не развил ее. Ты погубил ее. Однажды, я тебе разные истории рассказываю. Идут профессор, там лингвисты, логопед с молодым. Профессор говорит, знаете, вот, люди имеют плохую дикцию, мало знания, общение не имеют, крикливый и виздливый голос. Это все исправимо. А идут по базару. И она кричит. Я даже здесь одной еще говорил, у тебя голос скандальный. Скандальный. Голос раненой рыщи. Все время. Дальше. Еще сейчас закончим. Тебе не интересно? Почему? Интересно. Я говорю о голосе. По голосу может человек определить. Скажи, какую историю знаешь про голос? Ну, что дьякон был, говорят раньше, до революции, такие были дьяконы, что когда завопят, стекла бились в храме, свечи тушились. Не знаю, правда это нет. То что? Свечи затухали, и стекла дребезжали, или даже чуть ли не бились от их голоса. Ну, ты знаешь, где считал, что это еще? Ну, рассказывали. Ну, рассказывали. Это вот паникадило, сотрясение воздуха, стекляшки рядом, они звенели. А свечи там гасли, это глупости. Ее рядом не потушишь, она горит. Мне кажется, это так, сказка. Я тебе говорю о том, как тебе вот это можно было бы сделать, и в этом ты увидел свою ошибку, так не сделал. И идти к Раскаде, перед Богом, искренне сказать, прости Господи, тебе дано было над ней трудиться. И ты мог из нее такое сделать. И вот идут по базару, и в это время женщина говорит, рыбы! Кому рыбы? Рыбы продаю! Он говорит, неужели вот эта вот торговка стоит там в таком салопе, и она может исправиться. Ну, постараться надо. Ну и разошлись на этом. Проходит там год или пол, полгода, я не знаю, сейчас не помню. Это в Англии было. И они на одном балу. И профессор здесь, и он. А ты не женился еще? Да не женился. Говорит, все как-то единства нету. Я заранее хочу, чтобы была такая жена. Он говорит, тут есть новые люди пришли, когда бал бывает. Он сразу ее выбрал, одну. До того она ему понравилась. Когда говорил, он в восхищении был. Какая у нее дикция, какие знания. Ну и он, говорит, трогался умом. Профессор говорит, я бы хотел ближе с ней познакомиться, но не знаю как. Ее знания, говорит, по сравнению с ней, говорит, ну я кандидат науку. И все, ну уничтоженная просто. И какой у нее мягкий, нежный голос. Он говорит, очень понравился, он говорит, не то слово. Так это та самая торговка, которая на базаре была. Я, говорит, с ней занимался и вот. Она тогда торговала рыбой, говорит, она рассчитала и все как надо. Он так от него спорил, вот не спорил. Совершенно заводящий, не брошенный. Златоуст говорит, вот если бы человек умер, а кто-то воскресил, много это было или немного? Это невероятно. А теперь скажи, вот дохлая собака лежит, и дохлая собака уже сгримшую. Сделать опять живое, чтобы она лаяла. Много, конечно. А теперь из этой собаки сделать человека. А теперь из пропащего человека, умершего, снова сделать? Прекрасно. Вот это сделал с нами Христос. По рождению Ехиднины, змеи. Вот такая. Настя, она была не хуже других, ты должен сказать. Не хуже других. Другого она не знала, страха Божия не имела. Она доверилась тебе. Ты должен сейчас к ней, потерянной навсегда, отнестись. Так, как губитель. Зачем я это сделал? У нее жизнь была бы другая. Она с кем-то живет и оправдывает себя в этом состоянии. Как ты говоришь, прелюбодейка, прелюбодейка-то. Ну, а ты-то... Твое звание-то ненамного выше. Ты вот с этой позиции зайди, я тебе говорю по-братски. Ты должен увидеть себя. Виной меня и только это самая конструктивная программа жизни. Ты понял меня? Садимся за стол. Я много сказал, но по делу. Третий пример. Вспомни того, который в замке сидел, прял. А они обычно сделали железную юбку под замок, чтобы ни один мужчина не мог добраться до сокровенного места. Называлось поезд целомудрия. Так, это что? Кому два раза?